МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стремление обозначить свою территорию, свое личное пространство возникает уже у младших школьников, когда они вешают на дверь надписи «Не беспокоить», и родители вынуждены стучаться в дверь, прежде чем зайти в комнату. Но потом ребенок вырастает, становится подростком и стремится даже уйти из родительского дома. И обычно это происходит в 21 год. Бывают такие дети, которые... Которые еще совсем дети, уходят из дома, начинают самостоятельную жизнь. Но, к сожалению, ничем хорошим это не заканчивается, потому что нет ответственности, нет понимания, нет умения жить самостоятельно. Но, Юрий, бывают и такие, которые остаются с родителями и живут с ними всю свою жизнь. Это ведь правда такой удобный родитель? Да, и мама водит этого великовозрастного 40-летнего мальчика за ручку на работу. И всем спокойно, все друг друга видят, знают, что все хорошо. Так что же такое самостоятельность? Сегодня об этом мы поговорим в этой студии. Помогут нам наши замечательные эксперты и, конечно же, наши молодые, юные зрители. И для начала я хочу представить наших глубоко уважаемых экспертов. Это практикующий психолог Светлана Александровна Шевлякова. Директор Тверь Госфильма фонда поэт Иван Владимирович Демидов. И преподаватель Плюхина Светлана Вячеславовна. Хочу поговорить с залом немножечко. Скажите, ребят, кто сейчас живет вместе с родителями? Поднимите руку. А кто живет отдельно? Есть такие люди. Ну, давайте сначала обратимся к тем ребятам, которые живут с родителями. Скажи, пожалуйста, почему ты живешь с родителями? Потому что я еще не достиг того возраста, чтобы уйти из семьи. Но хочешь начать жить отдельно? Нет, совсем не хочу еще. Я еще сначала хочу выучиться, получить образование, как-то начинать зарабатывать, и только потом уже думать о совместной жизни с другим человеком и переездить в другое место. Сколько тебе будет лет, когда ты переедешь от своих родителей? Наверное, 22-23 года. Ты тоже живешь с родителями, да? Тебе нравится жить с родителями? Но ты собираешься с ними жить до конца своих дней? Нет, конечно. Я считаю, что человек в 18 лет уже способен жить отдельно. Он может уже работать, учиться. Но я тоже планирую в 18-19 лет уехать от родителей. Молодому человеку или одна? Наверное, одна пока. Живешь с родителями, правильно? Надоело? Хочется самостоятельности? С одной стороны, хочется, но с другой стороны, ты чувствуешь под собой опору. А когда будешь жить отдельно, опора не будет, ты нужно все решать самому. Ну как, ты будешь каждые выходные приезжать к родителям, навещать их, пить чай с печенюшками? Ну, это да. Так, может, лучше начать жить уже сейчас отдельно? Нет, еще пока рано. Почему? Ну, во-первых, нет самостоятельного заработка, чтобы обеспечивать свою самостоятельную жизнь. То есть, сдерживает только отсутствие работы. Начнешь работать, съедешь. С родителями? Почему? Да, пока с родителями. Но все-таки по той причине, что одному жить, сначала надо иметь работу. Получить сначала образование, потом получить работу. И тогда уже можно будет задуматься о том... Да, во сколько ты планируешь съехать от родителей? 23-24 года. Готовить умеешь? Да. Так, а ты живешь... В общежитии. В общежитии, да? Съехала от родителей. Нравится самостоятельная жизнь? Конечно, нравится, но это очень сложно. Потому что все-таки какая-то идет ответственность. Правильно, раньше мама готовила, а теперь самой. Тебе надо сделать все самому. А теперь самой. Да. Кто же хочет обратиться к тебе? Ты тоже живешь отдельно от родителей? Да, я живу отдельно от родителей в общежитии по нужде из-за учебы. Так бы я, конечно, не отказала жить с родителями. По крайней мере, пока не встану на ноги, не получу образования. А с какими-то трудностями уже столкнулась? Ну, трудностей, в принципе, никаких. Только ответственности стало больше. Ну, вот, ребят, вы сказали, что хотите остаться пока вместе с родителями, пока нет такой возможности. Ну, и, собственно говоря, получается, вас немножечко пугает ваша дальнейшая самостоятельная жизнь. Правильно? Ну, а потом, когда все-таки вы выходите замуж и женитесь, вы сталкиваетесь с новой проблемой. Если у вас родители подарили вам жилье, конечно, вы приходите, живете, все прекрасно вроде бы, да? Как спасибо родителям за квартиру. А если вы начинаете снимать, то получается тут два серьезных события в один миг. Тяжело ли это? Сразу начинаются новые проблемы, как правило, в экономическом смысле. То есть нужно откладывать деньги на квартиру, чтобы снимать, соответственно, продукты питания, одежда, все это. А теперь представь, ты работаешь, твоя жена работает. Кто будет готовить, убираться? Любовная лодка разбилась, а вы все, до свидания, развелись. Я думаю, что когда я буду женат, то моя жена не будет готовить. А ты хотел бы, чтобы тебе родители квартиру подарили? Ну, кто этого не хочет? Конечно, я хотел бы. Некоторые хотят сами самостоятельно купить свое жилье, за свой счет жить. В таком среднем возрасте вряд ли кто-то может позволить себе купить жилье. Но случаи есть, некоторые покупают. Как вот вы смотрите на это? Ну, я считаю, что мы не имеем права обременять своих родителей, потому что они нас воспитывали. Ну, вряд ли раньше 18-ти мы замуж выйдем или женимся. Поэтому после 18-ти лет мы уже имеем право на самостоятельную жизнь. То есть мы можем и работать, и заочно учиться. Этого никто не отменял, но есть на это возможность. И поэтому обременять еще родителей с квартирой, со своим обеспечением, я считаю, неправильно. То есть вы с мужем, своим женихом будете отдельно снимать или копить на квартиру? Копить, снимать, работать, конечно. Работать на трех работах, да, потому что зарплата молодого специалиста 7-8 тысяч. А проценты? Стараться, как бы, ну, это, мне кажется, каждый через это прошел, ну, по крайней мере, большинство. А нужно ли через это вообще проходить, как ты думаешь? Появится какой-то опыт в семейной жизни, вы получше узнаете друг друга определенный опыт в взаимоотношениях и преодолевание, ну, как бы, вместе каких-то трудностей. А как ты думаешь, вообще для мужчины это важно, привести жену в свою квартиру? Конечно, да, потому что все-таки своя квартира, то есть это, как бы, то, что добился человек. И это показывает, насколько, чего он добился в жизни. То есть, какое получил образование, как работает. Как ты думаешь, если бы ты покупал квартиру, были бы трудности у тебя? Были бы, но сначала бы пришлось бы снимать, а потом уже покупать жилье. Потому что все-таки в начале жизненного пути тяжело найти только денег. Наиболее дешевое жилье – это жилье на вторичном рынке. Поэтому вы бы, наверное, с женой жили как раз в хрущевке малогабаритной, да? Где ползают тараканы, соседи-алкоголики. А как хочется сразу в 20 лет, да, иметь роскошный, шикарный дом, коттедж, да, завести собаку и жить прекрасной жизнью? Невозможно. Конечно, невозможно. Ну, это невозможно, потому что, когда люди начинают решать вместе какие-то проблемы, то или бытовые, то экономические, люди, ну, как бы укрепляют свои отношения, у них появляется опыт. И поэтому это важно очень – преодолевать все это, и чтобы отношения становились крепче. Ну, не бывает сказки, что сразу поженились, сразу есть квартира, машина. Это все нужно добиваться вместе, чтобы укреплять свои чувства. Ну, вот перед нами сидят взрослые люди, которые уже добились многого в жизни. Хотелось бы узнать у них непосредственно, как вот вы, когда ушли в самостоятельное плавание, вас сколько было лет, вот поподробнее можно начать? Вот мне в первую очередь интересно, Иван, услышать вас, вы все-таки деятели искусств, расскажите. Ну, громко сказано про деятели искусств, но тем не менее. Значит, ушел, 19 лет не было, из дома тоже так же вот в общежитии, чему чрезвычайно завидую сейчас ребятам. И многие, кстати, городские ребята, которые учились со мной в группе, они с удовольствием к нам приходили и пропадали в эти общежития, потому что там есть удивительный микроклимат, там есть познание друг друга, вне формальной обстановки, во-первых, и во-вторых, там какие-то общие проблемы решаемые и так далее. Иван, а сегодня, если взять общежитие, сегодня оно такое же, как было раньше? К сожалению, я сейчас давно в общежитиях не был, но предполагаю, вот глядя на них, в их прекрасные глаза, смотрю, ребята, в принципе, молодежь, она независимо от того, что родилась там 40 лет назад или вот нынешнее поколение, у всех. Период в этом возрасте – это романтизм и жажда постичь мир самостоятельно. Вот если это в основе человека лежит, он будет развиваться в любых условиях, хоть в общежитии, хоть не было бы Ломоносова, если бы у нас не было вот этого стремления уходить самостоятельно. Давайте спросим Светлану, как психолога, вот кто больше обретет и научится самостоятельности? Студент, который после школы уехал учиться в другой город или тот, который под мамкиным крылом? Даже под маминым крылом взрослый сознательный человек, стремящийся к саморазвитию, он может обрести очень серьезный самостоятельный опыт. Конечно, сейчас очень трудно ребятам, они приезжают, и очень многие не готовы к самостоятельной жизни в бытовом плане, в плане экономическом. И, конечно, для них это очень серьезная, трудная школа жизни. И они получают опыт через свои переживания. Конечно, они быстрее этот опыт получают в самостоятельной жизни, когда ты начинаешь самостоятельно плавать. Есть ошибки, есть разочарования, есть очень большие трагедии могут быть даже, потому что некоторые не выдерживают. И даже молодые люди, я знаю, вот сейчас у нас молодой человек был первокурсник, он плакал и вернулся домой, потому что он не мог быть без своей семьи. Это тоже может быть. Вы сталкивались с такими ситуациями, что к вам подходили ваши студенты и переживали, и говорили, что тяжело жить отдельно, хотят домой к родителям, или, может быть, наоборот? Да, конечно, есть разные студенты, у них у каждого свой взгляд на жизнь. Есть студенты, которые безумно рады тому, что покинули родительский дом, но они со временем тоже сталкиваются со своими проблемами бытовые, экономические и так далее. А есть студенты, да, они очень переживают из-за отсутствия рядом родительского плеча, и бывают ситуации, когда даже приходится возвращаться домой. А как вы думаете, какой все-таки правильный путь, жить отдельно? Ну, конечно, если есть уже какая-то почва под ногами, есть уже состоявшаяся личность, то тогда, конечно, можно начать самостоятельный путь, и это даже будет правильно. А если еще чуть-чуть не хватает где-то умения и опыта, то лучше пока еще остаться с родителями. Елена, я предлагаю обратиться как раз к нашим зрителям. Вот на первых рядах сидят две девочки, которые живут в общежитии отдельно от родителей. Они, наверное, уже научились самостоятельности. Скучаете ли вы по дому, и как вы, получаете, учитесь самостоятельной жизни? Ну, по дому, конечно же, скучаем. Без этого никак. Ну, как бы, своими обязанностями справляемся. И готовить все успеваем, и там уроки делаем. Ну, кто учит готовить? Ну, естественно, родители учат готовить. А уже вот в общежитии или там, когда снимаешь квартиру, уже сам практикуешь, учишься на своих ошибках. Ну, не хочется домой вернуться? Ну, конечно же, хочется. Там все-таки родители. Тот же самый вопрос. Ну, я скучаю по родителям, но домой не сильно тянет. А самостоятельной жизни кто учит? Готовить, стирать? Сама все полностью? Ну, не полностью. Конечно, помощь родителей всегда важна, и приходится когда-то звонить, когда-то. Научилась новое блюдо готовить? Да. Какое? Борщ. Аплодисменты. Светлана, я хочу задать вопрос вам, как психологу, все-таки на сегодняшний день у нашей молодежи. Насколько адекватно представление о самостоятельности? Представление о самостоятельности – это свобода и ответственность. И вот когда молодые люди очень хотят быть взрослыми, они хотят все постичь и познать, и говорят, я же уже взрослый, мне все это можно. И все себе позволяют. Но когда наступает время ответственности, молодежь говорит, ну, как можно с меня это спрашивать? Я же еще молодой человек. Поэтому, вот, я обращаюсь к ребятам, говорю, что самостоятельность – это прежде всего способность принимать решения. Те решения, которые для вас кажутся правильными. Иван, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, как ребят обезопасить от неприятных ситуаций? Как вот их наставить на тот путь, чтобы они отвечали за свои поступки и несли всю ответственность, как сказал Светлана? – Знаете, вот здесь вспоминается великий Аркадий Райкин в одной из миниатюр, когда он говорил, кто лучше воспитывает. Там здесь милиционер шлепнет, здесь дворник свистнет. А может, лучше родная мама? Вот лучше родная мама и лучше родный папа. Наверное, это идеальный случай. Я по себе могу сказать следующую вещь. Значит, многие… Я сельский житель, вот до 19 лет прожил в деревне. И, соответственно, многие наши ребята, естественно, все уехали, там никого не осталось уже практически, моих ровесников. Приезжали также семьями, в принципе, вот их семьи-то были многодетные, как правило. Брат, сестра там и так далее выезжали. И есть еще удивительная вещь, как генетический, видимо, заложенный код какой-то. Понимаете, вещь, наследственность или судьба, как угодно. Вот из соседней семьи у меня были однокашник, с которым мы за одной партой сидели, и друг, который был его моложе, брат родной. Один героически погиб на 12-й заставе, подполковник, будучи уже псковской таможней командовать должен был. А второй, в эту пору, когда погиб младший брат, уже имел 17 лет отсидки за плечами. Понимаете, а в одной семье, в одной школе мы сидели за одной партой. Вот что тут может быть? Я думаю, что это все-таки еще вещь великая. Человек, продукт среды, в которой он вращается. И куда его тянет? Подсознательно у каждого человека есть вот такой зацеп, куда ему идет. Одни идут к порядочным людям, в спорт, в науку и так далее. Вот тех людей ведет и далеко идет. И они начинают развиваться, они могут это сделать. А есть, которые дают слабину, говорят, а пойдем по кривой дорожке. Вот там легче. За этим пристроился, за тем. А потом попадают в ситуацию, когда не может вырулить. А папы, мамы рядом нет, не подскажут. Хотя сейчас, вот здесь можно я добавлю. Удивительная вещь, вот они не могут себя, в отличие от нас, того поколения, чувствовать обторванными от родителями. Вот эта удивительная вещь, которая называется мобила, она теперь постоянно. С утра, с вечера, как жив, дорога, где-то есть, что-то делаешь. То есть люди всегда на постоянной связи, да? Вот, наверное, психолог проще, чем мне сказать. Но есть возможность, да, отключить мобильник и не отвечать больше. А вот там уже начинается. Я могу еще прокомментировать. Я хочу сказать, что вот чувство ответственности, оно закладывается в глубоком детстве. И мы все говорят, что вот несколько человек в семье одинаково воспитывались, и все они разные. Нет, психологи говорят, что воспитывались они по-разному. Принципы были одни, формы и методы были разные. То есть каждый человек, он продукт своего времени, он очень уникален. И к нему нужен свой подход. И поэтому вот есть один принцип, который всегда говорят дети своим родителям, но родители никогда не часто, не всегда и слышат, я бы так сказала. Дети подходят и говорят, помоги мне сделать со мной, сделай со мной. А родители всегда делают за них. Поэтому вот когда родители делают за своих детей, чувство ответственности у них не развивается. Расскажи, что ты делаешь за себя, какие дела? Ну, допустим, вот я с первого класса, я как бы тоже училась в сельской школе, и родители допоздна работали, я с первого класса сама одна дома. И то есть постоянно нужно было убирать дом, нужно было приготовить, кушать, сделать за себя домашнее задание. Родители приезжали поздно, и не было возможности мне в чем-то помогать. То есть ты уже привыкла к этому? Да, то есть это с самого детства заложено. Ну, скажи, а у тебя, наверное, все готовят, да, все убирают? Ну, как бы пришла уроки дела? Была маленькая, да. Потом уже где-то класса с пятого домашнее задание делала сама, родители только проверяли. Сейчас? Вот сейчас? Сейчас вся ответственность за учебу лежит на мне. Обязанности по дому? Обязанности по дому, все, что мне по силам, лежит на мне. То есть это уборка, готовка, иногда помощь по дому. Светлана, правильно мы говорим о заботах, о домашних обязанностях, или это, может быть, подразумевается именно под ответственностью какие-то другие немножечко вещи, благодаря которым дети сами вырастают? Нет, мы сейчас говорим абсолютно правильно, потому что для каждого возраста есть такие свои личные дела, за которые отвечает ребенок. Вот когда он совсем маленький, то он отвечает, сложен на игрушки или нет. Здесь он играет в игру и, может быть, о результате не беспокоится. Даже родители, умные родители, развивающие своего ребенка, они просят его собрать игрушки после игры. Когда ребенок начинает учиться, вот в школе учится, и у него очень огромная ответственность за те результаты, которые он принесет. Вот в этом плане родители, многие просто дрессируют детей. Воспитание – это не дрессировка. Родители обычно наказывают детей за двойки, но дети даже не понимают. Они думают, что их наказывают, потому что это не нравится маме или папе. А сейчас у студентов, ребята, которые студенты, которые молодые, 18 лет, это уже не игрушки, это уже не домашние задания. Что у них сейчас? У них сейчас ответственности на 80% отсутствуют. И я объясню почему. Потому что к учебе относятся плохо, и вот к тому, что учеба поверхностно относится к учебе. И мы объясняем, как педагоги, как психологи объясняем. Но ты же будешь потом работать, ты должен быть конкурентоспособным. Они даже не понимают, что они должны быть конкурентоспособными. Что они должны потом выбирать место в жизни, они должны соревноваться с кем-то, чтобы какое-то место занять лучше. И вот в этом плане, конечно, родителю или школе, я не знаю, я в школе не работаю. Мне кажется, что здесь очень много упущено, потому что это закладывается в детстве. То есть, получается, у них нет ответственности за учебу, но при этом они уже хотят и мечтают уехать из дома. Ну да, когда уезжают студенты из дома, их первая обязанность в жизни становится – это успешная учеба. Но, к сожалению, если... Но если у них нет ответственности за эту учебу, как же они будут ответственны за свою жизнь? Как они будут ответственны за это ведение? Ну, не у всех студентов. Стану все-таки на защиту, не у всех студентов нет ответственности. Есть студенты, которые, живя в общежитии, даже живя в комнате с совершенно разными людьми, они остаются хорошими, прилежными учениками и выполняют полностью все задания. Ну, вы, наверное, все смотрели американские комедии. Да, там молодые ребята после выпускного уезжают сразу куда? Учиться в колледж, да, по-нашему вуз. И они уже живут отдельно от родителей. Родители их там чуть ли не насильно выгоняют. Все, живи отдельно. И они живут отдельно, учатся на стипендию и приезжают только летом навестить их. Как вы считаете, правильная позиция у американцев? Ну, как бы для меня 21 год – это уже возраст такой, что уже пора съезжать от родителей. Ну, как бы уже человек способен сам за себя нести ответственность, уже сам может себя обеспечить. Ну, а в каком-то плане нет. То, что они, ну, по американским стандартам, они как бы 21 год только идут учиться в вузы. И у них нет никакой практики, у них нет даже больше ответственности за себя. И то есть родители их буквально с чистого листа заставляют жить. Они начинают сами за себя нести ответственность, сами уже рассуждать свою жизнь и сами как бы обеспечивать себя. Ну, тут 50 на 50. Ну, вот в восточной цивилизации принято жить чуть ли не до скончания своих дней вместе с родителями под большой крышей. Как правило, это большая семья, которая держит такой патриархальный род. Но при этом ценности соблюдаются. Да, сохраняются традиции. И вот перед нами как раз две модели. Западная, которая предлагает тебе исполнилось там 18 или 21 год. Все, отправляйся в самостоятельное плавание. Либо восточная традиция, которая нам предлагает, наоборот, жить постоянно с родителями, заботиться о них. А родители будут передавать нам знания, свои умения. Хотелось бы узнать, кто за западную, кто за восточную традицию? Кто за западную традицию? Кто за западную? Давайте поднимите руки, чтобы было видно процентное соотношение. Ну, давайте сначала за западную. Почему за западную? Потому что все-таки всю жизнь жить с родителями нельзя. Родители по мере своего возраста хотят покоя, тишины и умиротворения. То есть родителям тоже нужно отдохнуть от своих детей? Да, им нужно отдохнуть в каком-то смысле от своих детей, потому что наша бурная жизнь как-то им не нравится в каком-то смысле. Потом еще внуки появляются, они тоже шумят, а родители тоже стареют, им хочется покоя. Тут беготня, там шум постоянно. Но родители любят внуков, но они наоборот говорят, скорее, скорее нам внучатся. Ну, они, конечно же, хотят, но все равно целыми днями слушать эту беготню, там шумы, это, конечно же... Ты думаешь, они устанут от этого? Да. Ну, а ты как думаешь? Ну, я тоже за западную, потому что люди, как бы, должны, можно так сказать, отправляться в свободное плавание. Они должны уже понимать ценность жизни и, как бы, постоянно жить с родителями. Это родителям больше надоест, чем нам, потому что родители, как бы они нас не любили, они должны все равно понимать то, что если они воспитали и вырастили детей, человек должен быть самостоятельным. А с родителями самостоятельности не будет. Ну, он уходит в самостоятельное плавание и набивает себе шишки, человек. Ну, он на своих ошибках учится, поэтому это тоже хорошо. Я все-таки за западную, так как жизнь, это как единая школа, которая идет на протяжении всей жизни человека. И поэтому, когда человек уходит из дома, он начинает получать новые знания, постигать что-то новое для себя. Так вместе или раздельно должны жить дети с родителями? Об этом мы узнаем буквально через несколько минут с нашими экспертами и уважаемыми зрителями. Итак, вы смотрите ток-шоу «За семью печатями». И если вы хотите стать гостем, экспертом или просто зрителем нашей программы, звоните в нашу редакцию по телефону 341 341. Хочется задать вопрос нашим экспертам. Все-таки, что должен знать ребенок, прежде чем он уйдет от родителей в самостоятельное плавание? К чему он должен быть готов? Он прежде всего должен быть готов к тому, к рискам, которые его могут ожидать. Какие это риски? Они разные. Это могут быть экономические риски. Например? Это могут быть отсутствие хорошей заработной платы. Это может быть конкуренция на рынке труда. Это может быть не совсем удачный выбор рабочего места, не совсем удачный коллектив. Это может быть проблема со здоровьем. И проблемы со здоровьем, если раньше решали родители, они быстро вызывали скорую помощь или возили в клинику, или сами, то нужно следить за своим здоровьем самостоятельно. Затем это очень большие риски, когда ты выбираешь в свадьбе партнера по жизни. Здесь очень большие риски, потому что здесь нужно знать, вообще-то, что тебе нужно прежде всего. И здесь очень большие проблемы происходят, потому что, когда молодежь уходит в самостоятельное плавание, они вообще идентифицируют своего партнера по браку или с мамой, или с папой. И ожидают от них тех же самых проявлений нежности и любви, как родители. А это не бывает. Иван, как вы думаете, какой самый большой риск, перед которым могут столкнуться ребята? Самый, наверное, большой – это разочарование в твоих представлениях о жизни, самой жизнью. Одно дело, если человек читал всю свою жизнь книги и смотрел интересные романтические фильмы, а потом приходит, и там оказывается совсем не так, как оно есть на самом деле. Или попадает в коллектив, где он жил, допустим, в прекрасной семье, доброй, порядочной, и его все время вели и подсказывали, как лучше сделать. То попадает, вдруг нечаянно может вляпаться в такой коллектив, я специально этот термин обозначил. Когда берут, и человека используют. Подставляют, и, в принципе, в результате, оказывается, он просто проваливается. И вот это, наверное, самое страшное – разочарование. Я думаю, это самое большое. Вот чтобы этого не было, наверное, надо просто, я не знаю, родителям, опять прежде всего и в школе, и так далее, готовить ребят к этому, что, ребята, в любом случае то, что не произойдет в жизни, знаете, она очень многогранна. Есть и плюсы, и минусы. Светлана, а вы как педагог, вы готовите своих студентов к разочарованию? Говорите о том, что есть и плюсы, и минусы. Ну да, конечно, на каких-то занятиях, помню, классной работе. Мы обязательно с ними проводим беседы, что-то рассказываем, делимся также собственным опытом. Какая последняя беседа была, например? Ну, например, о дальнейшей уже судьбе в плане пенсии. То есть, ну, это уже куда-то далеко в будущее, но все равно студентам было очень интересно, и я думаю, что они сделали для себя правильные выводы. Ну, вы как думаете, что человеку, что студенту, ребенку необходимо? Самое главное предостережение нашим молодым зрителям? Научиться принимать самостоятельные решения. Вот я могу просто пример по жизни сказать, будучи уже в возрасте, ну, для вас уже 20-летним, это уже почти взрослый человек, и тем более уже два года живя за пределами своей родной деревни и семьи, пришел когда посоветоваться, жениться мне или нет. Отец сказал, говорит, ты самостоятельный человек, принимать решения будешь ты, потому что если у тебя в жизни что-то не сложится, ты будешь говорить, а вот могло быть так, а ты мне не посоветовал. Или наоборот, вот у тебя все сложится, а ты мне отсоветовал. Поэтому, говорит, самое главное научиться принимать решения. Особенно касается этого мужчины. Ребята, мужик должен принимать решения самостоятельно. Итак, многие из вас, как мы узнали, собираются жить самостоятельно, да, да практически все, поэтому маленький экспресс-опрос, блиц-опрос. Итак, расскажи, пожалуйста, как варить куриный бульон? Ну, сначала надо довести воду до кипения, кинуть курицу, конечно, промыть ее сначала. И после этого уже дождаться, когда он сварится. А вот тут у нас не знают, как варить куриный бульон. Я предполагаю. Так. Ну, я много умею делать другого. Что? Я умею варить макароны, борщ. А супчик захочется? Могу, борщ. Помимо яичницы, что-нибудь умеешь готовить себе? Пельмени. Пельмени. Пельмени, да, 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 аплодисменты. Пельмени, да. Макароны. Ну, там раз, там супчики, салат, там, не знаю, выпечка какая-то. И роллтон, да, естественно? Не-е-е. Какие любимые цветы у твоей мамы? Хоризонтема. А у твоей? Хоризонтема. А у твоей? Роза. Уважаемые эксперты, скажите, на ваш взгляд, все-таки, наша молодежь готова к реальности и всей ответственности окружающей действительности? Или все-таки они инфантильно смотрят на мир? Городские в большей степени смотрят на мир инфантильный. ГГСельский подготовлен немножко лучше. Но в целом, я говорю, что молодежь процентов 80 готова, на мой взгляд. Светлана, я бы не стала так утверждать категорично. Я бы хотела сказать, что вот я сейчас тоже послушала нашу аудиторию. Теоретически они все готовы. Но когда начался опрос, даже девочки не могут готовить, все что-то, не знают, как стирать. И откладывают свое замужество до 25 лет. Это осознанно, потому что еще должны научиться. Поэтому я хочу сказать, что вообще, в принципе, вот в таком возрасте до 22-25 лет больше половины молодежи серьезно не готовы к самостоятельной жизни. И то, что они будут обращаться за помощью к родителям, это очень хорошо. Потому что так и устроена жизнь. Есть определенные циклы взаимоотношений родителей и детей. И поэтому мы для этого и есть. У нас есть такая принадлежность друг к другу, что и в радости, и в горе мы всегда рядом. И, между прочим, я хочу еще вернуться к тому, что к европейской и азиатской модели. Есть наша личная модель. Это европо-азиатская модель, когда мы не выталкиваем своих детей из дома, а готовим их к тому, что придет период, когда они сами захотят жить отдельно, создадут свою психологическую территорию. Но при этом мы не теряем отношения с друг с другом и все время находимся в контакте. Тем самым, помогая своим детям развиваться, поддерживая их. Это чистая русская модель отношений родителей и детей. И мне кажется, она самая лучшая. Светлана, ну а вы? Ну, пока, наверное, еще не совсем готова. Но мы будем верить в то, что у них все получится, и они все-таки найдут себя в этой жизни. Быть самостоятельным вовсе не означает жить отдельно от родителей. А настоящая духовная и человеческая близость возможна не только в стенах одной квартиры. Это было ток-шоу «За семью печатями». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова